Здравствуйте! С вами Алмаз Ашин. В ближайшие 5 минут обзор экономических новостей. Более 270 тысяч новых рабочих, более 6 миллиардов долларов частных инвестиций. Это возможный расклад самого оптимистичного развития туристической отрасли в Казахстане до 2020 года. Об этой экономической перспективе было много сказано, но наши корреспонденты решили выяснить реалии сегодняшнего дня. При беседе с туристами наши менеджеры выясняют, что все-таки наш турист предпочитает отдых не в Казахстане, а за границей. За те же деньги, которые он потратит здесь, он может получить более высокий уровень сервиса, интересную экскурсионную программу, пляжный отдых. Но Министерство индустрии и новых технологий для повышения конкурентоспособности отрасли принялось за реализацию масштабной концепции до 2020 года, в рамках которой будут построены и реконструированы ряд курортных зон. Концепция основана на модели кластерного развития туризма, которым относятся города Астана, Алматы, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области. Также в концепции имеется ряд проектов, которым придан статус национальных проектов. К примеру, вся курортная зона Боровая, Щучинско-Боровская курортная зона, в концепции ей придан статус национального проекта. Также там есть проект Кукжаляу, Каскелен-Юг, горнолыжный курорт, Восточная и Казахстанская область, там есть две зоны, Катон-Карагайский национальный парк, а также Бухтарминское водохранилище. И Западный Казахстан, это в первую очередь, если говорить о Каспийском побережье, то там будет развиваться курорт Кендерля. Реализация этих проектов позволит привлечь не только колоссальные инвестиции, но и решит вопросы обеспечения занятости среди населения. Об этом говорил и министр индустрии и новых технологий Осет Исикешев. Туризм в мировой экономике один из ведущих создателей рабочих мест. Создает свыше 75 миллионов рабочих мест в мире. Каждый 11-12 человек работает в сфере туризма. Международный туризм обеспечивает занятость прежде всего молодежи и женщин, обратил внимание вице-премьер. Как известно, концепция развития туристической отрасли Казахстана включает в себя реализацию ряда перспективных проектов. О том, как сейчас обстоят дела в этой сфере, нам рассказал представитель комитета туризма Республики Казахстан. Многое будет зависеть по реализации концепции от местных исполнительных органов, так как в конечном счете они будут локомотивом поступательного движения, этого развития, и также от отраслевых министерств. Потому что мы сейчас задаем хорошие ориентиры для развития туризма. У нас есть концептуальное видение, однако если там не будет дорог, не будет инженерных сетей, телекоммуникации, водоснабжения и прочих жизненно важных необходимых ресурсов для развития туризма, то будет, конечно же, сложно все это реализовать. Концепция включает в себя несколько основных направлений – деловой, оздоровительный и спортивный туризм. Также ряд крупных проектов получил статус «Национальный», среди которых горнолыжный курорт Кокжай-Лал, Котом-Карагайск национальный парк и Щучинско-Боровская курортная зона. Если говорить о конкретных инвестиционных проектах, например, Щучинско-Боровской курортной зоны, и эту схему мы будем в дальнейшем применять, и также в других вот этих пяти кластерах, о которых я упомянул ранее, то по проектам сейчас гольф-клуб реализуется компанией «Казмуна и Газсервис НС». Сроки строительства в 2015 году они хотят уже его построить и ввести в эксплуатацию. Там ориентировочно сумма строительства порядка 20 миллиардов тенге. Это будет высококлассный гольф-клуб, гольф-курорт на 18 лунок, 17 вилл там будет. Добавлю, по ранее заявленной информации объем частных инвестиций до 2020 года может варьироваться от 2 до 6,5 миллиардов долларов. Есть несколько вариантов развития ситуации. По самым неблагоприятным прогнозам, в отрасль будут привлечены около 2 миллиардов долларов частных инвестиций. Также откроется порядка 50-60 тысяч новых рабочих мест, и доля ВВП составит всего 1%. А если верить оптимистам, частные инвестиции превысят 6-6,5 миллиардов долларов. Соответственно, количество новых рабочих мест тоже увеличится и составит 270-300 тысяч. В свою очередь, доля ВВП будет равна 3%. Я напомню, все наши выпуски вы можете найти на сайте 24KZ. Ищите нас также в социальных сетях. Благодарю вас за внимание.